Но у вас есть партия, поэтому они очень разные. Вы можете сказать им, если вы хотите. Если вы хотите, то вы можете услышать что-то, чтобы поделиться. И те люди, которые хотят это, они сделают. Короче, я говорю, что будет хорошо, если она с вами к клиентам будет, до того, как они приедут, тоже говорить такие вещи, что если хотите, возьмите какие-то сувенирчики, потому что мы будем посещать местных жителей, и мелкие деньги, потому что люди ожидают каких-то поощрений за то, что делают их фотографии. И она сказала, что на самом деле таких людей, как мы, очень мало, и она не может говорить клиентам, потому что большинство клиентов, они думают так, что они взяли агентство, заплатили агентство, то есть они оплатили все. И они не собираются ничего дополнительно с собой привозить, и отдавать деньги кому-то еще тем более, потому что они оплатили тур, и как бы на этом все. Ну, я сказала, посоветовала, что можно говорить так, что если хотите, возьмите, разменяйте, привезите, в качестве такой подсказки, если хотите. А если нет, то можете это не делать, по желанию. Вот для нас был бы это очень ценный совет, вот если бы мы получили такой совет от агентства, мы бы очень были благодарны на самом деле. Потому что мне нравится вообще раздавать что-то, ну, тем же детям. Они так радуются вообще. Ну, вчера там детям дали по одной тысяче донгов. На самом деле, ну, такая мелочь. Я даже не знаю сколько. One thousand dollars, how much in dollars? One thousand dollars. One thousand dollars, how much in dollars? Cents, do you know? Because we have one thousand dollars. Yes. And then one is one thousand dollars. One is big, but one is very small. Ну, в общем, да, очень мало, я не знаю сколько. Если 20 тысяч это доллар, то получается 5 центов, что ли? Вась, 5 центов. Ну, вообще, короче, копейка. Но они так радовались, так радовались вот этой тысяче. Вообще мне очень нравится, конечно, что-то раздавать. Поэтому, я думаю, большинству людей нравится. Так что, такие подсказки.